Добрый день! Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий на Горном Карабахе. Нарушение режима прекращения огня не отмечено. Миротворческий контингент обеспечивает безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха беженцев. На сегодняшний день уже возвратилось 49 461 человек. Российскими инженерно-саперными группами осуществляется очистка территории от неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 751 здание, в том числе 25 социально значимых объектов, более 200 километров дорог, очищено 529 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 23 406 взрывоопасных предметов. Во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением представителям азербайджанской и армянских сторон, группами Центра гуманитарного реагирования ведется поиск и передача тел погибших военнослужащих. Организована работа дополнительной группы по поиску тел погибших в районе высоты с отметкой 3358 Кельбаджарского района. На горячую линию для приема обращений местного населения и сбора данных о пропавших без вести военнослужащих и гражданских лицах на сегодняшний день поступило 575 телефонных обращений. Продолжается выполнение задачи по сопровождению колонн в зоне проведения миротворческой операции. За прошедшие сутки российской военной полицией обеспечено безопасное прохождение семи автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана. В том числе три колонны со строительными материалами через Лачинский коридор и участок дороги Красный базар-Шушан. Наряду с выполнением задач по контролю за режимом прекращения огня и боевых действий, российским миротворческим контингентом осуществляется инженерное оборудование наблюдательных постов и благоустройство мест дислокации. Мы находимся у российского военно-полевого госпиталя номер один в районе населенного пункта Степанакер. В нем второй день проводится вакцинация военнослужащих миротворческого контингента от COVID-19 российской вакциной «Спутник ВИН». На сегодня провакцинировано 127 военнослужащих. Полная вакцинация всего личного состава миротворческого контингента обоими компонентами будет завершена 28 февраля 2021 года. Выполнение задач по поддержанию мира в регионе продолжится в соответствии с ранее принятыми договоренностями. Благодарю за внимание.